Побитая осколками кабина КАМАЗа и следы от пуль на борту бронеавтомобиля «Тигр». Как в Тамбове ремонтируют военную технику, которая прибыла из зоны спецоперации, расскажет Дмитрий Шапкин. В тот момент, когда машина получила повреждение, вот здесь вы видите следы от пуль, оператор находился вверху и чудом успел спуститься вниз и не получить ранения. Под пристальным вниманием областной центр. Почему эксперт ЖКХ посвятила теме многоэтажек значительную часть времени, знает Юлия Савушкина. Три года назад Светлана Калинина здесь уже бывала. С тех пор многое изменилось. Появилась хоккейная коробка, спортивное оборудование, заасфальтированные дорожки. Однако вопросы еще остались. Отопительный сезон еще не закончен, а энергетики уже готовятся к новому. Работы по замене аварийных участков магистральных трубопроводов Тамбова увидела Людмила Марченко. Износ старых коммуникаций, которые пролежали в земле более 40 лет, составляет 90%. Поэтому аварийные ситуации здесь случались довольно-таки часто. Производитель же новых труб современных в пенополиуретановой оболочке гарантирует, что аварийных ситуаций не будет в течение 20 лет. Сохранение объектов культурного наследия, традиции староверов и даже история преследования ведьм и колдунов на Тамбовщине. На открытии Всероссийской научной краевической конференции побывал Павел Юрасов. 24-я Всероссийская научная конференция Тамбов в прошлом, в настоящем и в будущем посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Иначе быть, наверное, и не могло. Но только истории жизни и наследия великого композитора тема докладов не ограничивается. Исследователи представят очень много интересного и нового об истории нашего края. Это программа «Область новостей». Здравствуйте! В студии Елена Самарская. Благоустройство набережной реки Вороны и парка Сахарного завода, а также план социально-экономического развития Уварова до 2030 года. Глава региона Максим Егоров осмотрел городские территории, которые уже совсем скоро начнут приводить в порядок. Какие еще вопросы поднимались в ходе рабочей поездки и что волнует уваровцев, знает Полина Болотова. Жители Уварова давно просят обустроить прибрежную зону реки Ворона. По их мнению, здесь нужно восстановить пляжи, которые будут востребованы горожанами. Максим Егоров поручил главе города Владиславу Денисову подготовить заявку на участие этой территории во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Будем готовиться и будем заявляться на конкурс малогородов, исторических поселений. Это будет замечательное продолжение того нашего пруда, который прекрасно получается. Благоустроят в городе и парк. За годы территория заросла порслью, а многие деревья находятся просто в аварийном состоянии. В прошлом году на рейтинговом голосовании, которое проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», именно эту территорию уваровцы выбрали для обустройства. Чтобы проект получился по-настоящему масштабным, часть работ проведут в рамках региональной программы «Дорога к дому». Стоимость запланированных на 2023 год работ превышает 18 миллионов рублей, из которых около 7 миллионов средства федерального бюджета. То есть сейчас земля высохнет и начнете уже… Да, мы начнем корчевывать, планировку территории делать, потому что сейчас пока, к сожалению, невозможно. Ну понятно, сейчас невозможно все делать. Ясно. А детскую площадку выбрали уже как вы? Детскую площадку выбрали, да. Видели детскую площадку? Нет, не знаю. Площадка будет площадью 600 квадратных метров с резином покрытием. Резинка будет. Закончить работу планируют в июле, как раз перед фестивалем Вишневарова. Мы делаем большой акцент в своем прогнозе на развитие туризма. И у нас уже есть для этого ряд шагов, и уже туристы приезжают. 12 тысяч туристов приехало на Вишневарова. 4 тысячи туристов, экскурсантов приезжают в город для того, чтобы его посмотреть. Мы ставим амбициозные цели сделать этот поток и увеличить его до 10 тысяч, а на Вишневарова до 10 тысяч к 30-му году. Туризм – одно из направлений стратегических приоритетов социально-экономического развития города до 2030 года, который Владислав Денисов презентовал главе региона. Так, на территорию Варова планируют построить ряд производств по складированию продукции, а также завод, который будет ремонтировать и выпускать сельскохозяйственную технику. Самой важной задачей здесь называют увеличение средней заработной платы. К 2030 году ее планируют повысить на 60%. Будут продолжать работы по благоустройству и капитальному ремонту. Мы делаем комплексные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Одновременно также по БКД сделали дорогу. За счет инвестиционной составляющей ресурсно-набжающих организаций перенесли сети, чтобы та зона благоустройства, которая будет здесь в будущем развиваться, было все вместе. Полина Болтова, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. На западе Тамбова в рамках государственно-частного партнерства построят школу почти на 1300 мест. Концессионное соглашение с инвестором заключили в рамках встречи в областном министерстве образования. Подписи в документе поставили руководитель Министерства образования и науки области Татьяна Котельникова и замдиректора компании «Про-школа» Александр Антонов. По концессионному соглашению школа на 1275 мест должна быть возведена на улице Волжской в Тамбове до конца 2024 года. На реализацию проекта направлено свыше 2 миллиардов рублей. Это средства федерального бюджета и инвестиции консессионера. На этапе эксплуатации эти средства инвестору будут возвращаться. И это очень важная история, потому что очень часто, когда обсуждается где-то в социальных сетях, что мы строим школы по консессии, задается вопрос, а что это будут, частные школы? Нет. Эти школы будут государственные. За ними также будут закрепляться микрорайоны. Они также будут решать задачи города Тамбова. Но для того, чтобы обеспечить возвратные средства, которые вкладывают инвесторы, инвесторы в течение определенного промежутка времени будут осуществлять эксплуатацию этой образовательной организации. Напомним, в минувшем году в рамках концессионного соглашения было начато возведение школы в микрорайоне Майский. Завершаются переговоры с предполагаемым инвестором на строительство школы в Бокино. Таким образом, благодаря механизму государственно-частного партнерства, который позволяет создавать образовательные организации в более короткие сроки, к концу следующего года в Тамбове появятся три современные школы общей мощностью почти 5000 мест. Проблемные объекты Тамбовской области проинспектировала член Центрального штаба Народного фронта, эксперт в сфере ЖКХ Светлана Калинина. В заключительный день визита под пристальным вниманием оказался областной центр. Значительную часть времени при этом эксперт посвятила теме многоэтажек, которым требуется ремонт, а также проблеме аварийных домов. Обо всём по порядку расскажет Юлия Савушкина. Мичуринск, Маршанск, Рассказово и другие муниципальные образования позади. Сегодня эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Светлана Калинина в рамках своего трёхдневного визита в регион инспектирует областной центр. О проблемах бывшего общежития на Рязанской, 28, известно практически во всех ведомствах разных уровней. Жалобы направляет в том числе и в Народный фронт. Стена здания в той части, где должны располагаться так называемые постирочные комнаты, разрушается. Ты видишь, что кирпич разложился от того, что мочой его и мочевина, она, кислота, она разбивает селика. Не подходи. Отметим, что в этом году в доме при софинансировании из областного бюджета запланированы работы по программе капремонта. Однако Светлана Калинина уверена, стена нуждается в реконструкции. Только ремонта здесь недостаточно. Мне нужны метры квадратные, сколько муниципального жилья метров, сколько в собственности. Именно по вот этим прилегающим. Вы мне делаете полностью аналитику с муниципальным образованием. Мне отдаете сколько денег дополнительных надо. Фондам территориального развития уже работаем, чтобы мы в программу включили, что все виноваты в этой сложности ситуации. Будем подключать уже все службы, чтобы на эти квартиры дали дополнительное финансирование для региона. Отдельного разговора требует и ситуация соседей, жильцов злополучного общежития. В 2021-м дом на Рязанской, 22-а, капитально отремонтировали за счет средств фонда капитального ремонта. А всего через год его признали аварийным. А можно узнать, в чем проблема у города с работой муниципальной межведомственной комиссии? Он что, только в 2022-м году такого вида? Я в 2019-м здесь была, в 2018-м здесь была такая же история была. Почему так долго? Поэтому Народный фронт, обращение готовит, Алина, запрос в Следственный комитет по бездействию органов муниципальной власти к лицам конкретно руководства 19-го, 20-го, 21-го года. Еще один пункт в маршруте эксперта Чичканова, 131, пожалуй, одно из самых заметных зданий областного центра. 600 с лишним квартир, почти полторы тысячи жителей. Это самый большой дом в Тамбове, его еще называют Пентагон. И три года назад Светлана Калинина здесь уже бывала. С тех пор многое изменилось. Появилась хоккейная коробка, спортивное оборудование, заасфальтированные дорожки. Однако вопросы еще остались. Жильцы убеждены, дому нужен капитальный ремонт фасада с утеплением. За это на общем собрании проголосовало 70% человек. Другие же решили, что в первую очередь необходимо отремонтировать коммуникации. Однако собранных средств на все виды работ не хватает. 70% я не против вас. Но и 30% остальных, которые тоже пишут, для меня тоже люди. И я их также должна защищать. У нас должен быть консенсус. Если им плохо в первые, вторые этажи не воняет в подвале, потому что там заливает канализация, либо контруклорий что-то там сломан, это сделаете заключение. Вы слышите основные проблемы инициативной группы. Всех. До 15 апреля, как отметила Светлана Калинина, необходимо подготовить протокол с указанием видов работы и расчетами средств, необходимых для ремонта, в котором дом нуждается безотлагательно. Отметим, что о результатах инспекции в регионе эксперт Народного фронта доложит главе области Максиму Егорову. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. Отопительный сезон еще не закончен, но тамбовские энергетики уже сейчас готовятся к новому. Активные работы по замене аварийных участков магистральных теплопроводов идут сразу в нескольких частях областного центра. Людмила Марченко расскажет подробнее. К разрытиям и работам под окном жители улицы 60 лет Октября давно привыкли. Последние 20 лет копали здесь с незавидной регулярностью. Изношенные сети преподносили сюрприз энергетикам как в отопительный сезон, так и летом, когда нагрузка на систему была снижена. В данный момент происходит замена участка трубопровода, соединяющего между собой три котельных. Советская 43, Пионерская 16 и Гоголь 4. То есть в летний период будет работать в целях экономии газа, будет работать одна котельная, обеспечивая горячей водой весь микрорайон, так скажем, от Динамо до улицы Августа Бебеля. Почти 200 метров старого трубопровода, который закольцовывает две котельных Пионерская 16 и Советская 43, на протяжении многих лет являлся слабым звеном. Частые порывы на данном участке приносили много неудобств жителям десятков домов. Износ старых коммуникаций, которые пролежали в земле более 40 лет, составляет 90%, поэтому аварийные ситуации здесь случались довольно-таки часто. Производитель же новых труб, современных в пенополиуретановой оболочке, гарантирует, что аварийных ситуаций не будет в течение 20 лет. Как следствие, потребители будут получать качественный ресурс. Рабочие раскопали траншею, вскрыли лотки и уже приступили к демонтажу изношенных теплосетей. К слову, работы ведутся без отключения потребителей от тепла и горячей воды. От проводимых работ никто в данный момент не страдает. Все потребители с теплоносителем и с горячей водой. Работы ведутся параллельно, без отключения горячей воды. Трубы кладутся рядом, пока без демонтажа. И будет осуществлена в начале-середине апреля переврезка по горячему трубопроводу. Но это один, я думаю, что один рабочий день займет. Замена магистрального трубопровода и оптимизация системы теплоснабжения микрорайона ведется и на Астраханской. Это позволит получать качественный ресурс по горячему водоснабжению жителям домов 196 и 198, которые запитаны от отдаленной котельной Накарбышева. Из-за большой протяженности трубопровода происходит потеря температуры горячего водоснабжения. Переключив эти два дома от котельной Астраханская 191, мы избежим этих потерь, и люди будут пользоваться горячей водой в полном объеме, без потери, так скажем, температуры. Трубопровод протяженностью 780 метров соединит эти дома с котельной на Астраханской. Для того, чтобы не вскрывать дорожное покрытие и не ограничивать движение по одной из главных транспортных артерий города, прогладывают трубы методом горизонтально направленного бурения. Полностью завершить работы на объектах и привести восстановление нарушенного благоустройства территории предприятий Тамбов Теплосервис планируют до конца апреля. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Тамбовской области, традиции и культура староверов Тамбовского края, и даже история преследования ведьм и колдунов на Тамбовщине – вот лишь часть тем, поднятых на 24-й краевической научной конференции. Она прошла сразу на нескольких площадках города, а участие в ней приняли исследователи из Тамбовой области, а также из других регионов. Продолжит тему мой коллега Павел Юрасов. 24-я Всероссийская научная конференция Тамбов в прошлом, настоящем и будущем посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Иначе быть, наверное, и не могло. Но только истории жизни и наследия великого композитора темы докладов не ограничиваются. Исследователи представят очень много интересного и нового об истории нашего края. Участников конференции поприветствовал глава региона. Максим Егоров с первых дней своего назначения на должность руководителя области стал изучать историю Тамбовщины. Он отметил, что знакомство с прошлым и настоящим родного края считает одним из главных направлений сегодняшнего образования. А все проекты и инициативы, связанные с краеведением, поддерживаются и будут поддерживаться правительством области. В 2007 году коллективом тамбовских ученых было разработано учебное пособие для школьников «Историческое краеведение. История Тамбовского края». Считаю важным и крайне необходимым вопрос актуализации материалов в этом учебнике с учетом новых исследований. И поэтому я даю поручение, чтобы пособие необходимо обновить и переработать. Программа конференции обширна. Свои доклады представили преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники научных центров, музеев, библиотек, архивов и представители духовенства. Исследователи охватили историю от начального этапа заселения Тамбовского края до наших дней. Мало кто знает, но по территории современной Тамбовской области проходил торговый караванный путь – северный участок Шелкового пути. Участок именно Тамбовский не был исследован, потому что исследователи шли двумя группами с восточного и западного направлений и остановились на восточных и западных пределах современной Тамбовщины. То есть этот участок он не изучен. И он еще ждет своего открытия, ждет своего исследования. Чем больше исторических свидетельств и артефактов эпохи, тем проще изучать историю. Однако перед учеными всегда встает вопрос подлинности тех или иных фактов. Так историки Державенского университета посвятили свое исследование определению авторства, места и времени создания отдельных фотографий наших знаменитых земляков. Достаточно загадочная история. То есть о его фотографиях, которые ходят в интернете, и непонятно, какие из них верные фотографии, какие нет. И вот мы с коллегой проводили большую работу по четкой атрибутации этих фотографий. А Николай Павлович Муратов – очень известный губернатор, в том смысле, что это был Столыпинский губернатор, с которым связана реализация Столыпинской реформы в Тамбове. Конференция продолжилась в рамках пяти секций на разных площадках Тамбова. Также ее участники встретились за круглыми столами. Всего в рамках конференции исследователи представили около 70 различных тем. Павел Ярасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Побитая осколками кабина КамАЗа и следы от пуль на борту бронеавтомобиля «Тигр» в Тамбове начали ремонтировать военную технику, которая прибыла из зоны спецоперации. Первые три машины привезли на днях. Кто ими занимается и что именно предстоит отремонтировать тамбовским автомеханикам, расскажет Дмитрий Шапкин. Вот это боевой модуль «Тигра». На этом месте стоял пулемет «Утес». Им можно было управлять как сверху, так и снизу. Там есть специальный пульт. Вот в тот момент, когда машина получила повреждение, вот здесь вы видите следы от пуль. Оператор находился вверху и чудом успел спуститься вниз и не получить ранения. Такую технику здесь ремонтируют впервые, но механиков это не пугает. Ведь все узлы и агрегаты знакомы каждому. За плечами мастеров служба в рембатах или в составах экипажа различных военных машин. Наверное, потому работа у них спорится. Так первый «Тигр», который пришел с передовой, уже подвергли дефектации и начали ремонтировать. Ему предстоит техосмотр и восстановление боевого модуля. Работы выполняют на одном из автотранспортных предприятий Тамбова, которое входит в число благотворителей фонда «Возрождение Тамбовщины». Все будет зависеть конкретно, прежде всего, от наличия узлов и агрегатов. Их невозможно купить в рознице, их можно заказать только на заводе производителя. А вы сами понимаете, какой объем сейчас и какая востребованность этих запчастей по всем подразделениям, участвующим в СВО. Руководители фонда, благодаря им была заключена договоренность с заводом-производителем о возможности поставки нам этих узлов. В ожидании запчастей для машин механики не сидят без дела. Чтобы не останавливаться, они выполняют различные кузовные работы. Когда у нас придут запчасти, редуктора и все остальное, у нас уже кузовные работы будут готовы. То есть вы не стоите на месте? Нет, нет. То есть часть работы какие-то уже? Конечно, конечно, да. Да, вот вы можете видеть, вот на том «Тигре» уже облицовка поправлена. Будем приступать к этому. Бронеплиты латаются и так и тому подобное. Бронепластины заменят на втором «Тигре», который попал под удар осколков кассетного боеприпаса. На нем же заменят редукторы, которые буквально разорвало от запредельных нагрузок на технику. Последний борт на ремонте – военный КАМАЗ, который нес бронекапсулу с десантом. Взрыв мины повредил кабину, загорелся двигатель. Грузовик более знаком механикам, да и запчасти к нему ждать не нужно. Поэтому его восстановление идет быстрее. Все эти работы, на которые фонд выделил 7 миллионов рублей, планируют завершить в течение месяца. Если эксперимент будет успешным, ремонт военной техники в Тамбове хотят сделать регулярным. Напомним, фонд развития Тамбовщины был создан по инициативе главы региона Максима Егорова. На данный момент в него поступило свыше 260 миллионов рублей. Деньги перечислили более 2,5 тысяч организаций и почти 13,5 тысяч физических лиц. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. Начинающим айтишникам региона предлагают проверить свои силы в индустрии игр. Конкурс «Троеборье» с денежными призами объявила одна из успешных тамбовских айти-компаний. О том, чего ждут от участников и какие перспективы открываются перед талантливыми разработчиками, расскажет Юлия Савушкина. Офис тамбовской айти-компании. Сегодня здесь трудится около полусотни человек, которые занимаются разработкой и созданием мобильных игр. Многие сотрудники – победители конкурсов для начинающих айтишников. Такие команда проводит ежегодно. В этот раз это конкурс «Троеборье», который включает в себя несколько дисциплин. Одна из задач – анимация персонажа. На примере одного из наших персонажей из нашей новой игры можно посмотреть, как строится процесс косвенной анимации. И с примерно такими же задачами столкнется участник конкурса. Все примеры и все картинки, соответственно, задания опубликованы. И с ними надо будет работать. Дмитрий Шувакин, что называется, заболел играми еще в детстве. Будучи специалистом по связям с общественностью, он сам активно участвовал в конкурсах для таких же, как он. На всероссийском уровне представлял прототип собственной настольной игры. Спустя годы интересы распространились и на виртуальное пространство. А сам Дмитрий теперь следит за процессами создания мобильных игр. От написания сценария до релиза. В первую очередь организаторы ждут заявок на конкурс от молодых специалистов, студентов IT-специальностей или тех, кто интересуется технологиями и, к примеру, хочет сменить сферу деятельности. Задания, к слову, уже опубликованы на официальных аккаунтах компании. Аниматор, геймдизайнер и повелитель нейросети – основные номинации этого конкурса, но участвовать можно и сразу в трех дисциплинах. Общий призовой фонд – 100 тысяч рублей. А еще более ценным может оказаться возможность стажировки в компании в перспективе и предложения о сотрудничестве. Дефицит кадров в IT, отмечают в компании, был всегда и сейчас, когда технологии все больше проникают в разные сферы жизни, требуется немало специалистов узких направлений. Подобные конкурсы помогают работодателям познакомиться с перспективными молодыми людьми, а начинающим IT-шникам развиваться. На выполнение заданий у участников конкурса есть около двух недель. Итоги подведут 9 апреля. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарев, Область новостей. Студенты средних профессиональных учебных заведений области блеснули знаниями на интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок». В нашем регионе игру такого формата провели впервые. За что боролись юные эрудиты, узнала наша съемочная группа. Какая звезда с самой ближайшей к планете Земля? Красная? Солнце. Правильный ответ, да. Сошлись в интеллектуальном поединке 20 команд студентов колледжа и техникума в Тамбовской области. Главная цель – выбить игроков команды противника из игры правильными ответами. Причем отвечать нужно не только правильно, но и быстро. По крайней мере, быстрее соперников. Если игрок знает ответ, он нажимает на кнопку. Если ответ верный, то игрок противоположной команды покидает игру. В противном случае выбывает отвечавший. Вопросы касаются самых разных тем. Грибы, звездное небо, числа и буквы. На самом деле здесь очень простые вопросы. И как бы в вопросе подготовки я просто сам по себе. Мне интересуются всякие загадки. Я очень много читаю книг и смотрел очень много мультфильмов. И все эти вопросы, которые они задают, я знаю на них все ответы. Неверный ответ – и ты выбываешь. Из-за этого как бы в волнении. Ты сразу не спешишь. У тебя появляются сомнения. В этом году впервые прошел чемпионат по Ворошиловскому стрелку среди студентов СПО. Эта игра отборочная. Несколько команд нашего региона представят обобщину на втором чемпионате. Сейчас идет отборочный этап на второй чемпионат, который состоится осенью этого года. И, соответственно, победители сегодняшние, победители в других городах, которые мы проводим где-то порядка от 25 до 30 таких кубков в разных регионах по всей России. К инициативе присоединилось областное правительство и добавило мотивации игрокам. Будет задан от крупного стратегического партнера региона завода «Электроприбор» собственный вопрос. Та команда, которая ответит и победит, ей будет предоставлена возможность посетить данный завод и посетить дом правительства и встретиться с курирующим заместителем главы Натальей Владимировичем Макаревичем. В будущем такие игры будут проводиться регулярно на базе промышленных предприятий. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. На этом пока все еще больше информации на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!